всем привет друзья сегодня продолжаем сборку и следующим этапом нам необходимо устранить стыковочные швы на данной модели вот в этом месте небольшой шов хотя на прототипе здесь имеется небольшой выступающий шов но тем не менее мы сначала здесь уберем сам стык а далее уже будем разбираться с шовчиком который должен здесь присутствует там наподобие сварного шва идет далее также необходимо зашпаклевать вот эти вот стыке с одной стороны я уже это вывел здесь без особых перепадов также и здесь впереди тоже нужно будет обработать эту поверхность и вот здесь в этом углу в стыке после высыхания появились небольшие зазоры которые я убрал шпатлевкой шпатлевку я использовал от авроры хобби вот такая жидкая шпаклевка шпаклевка неплохая но имеет небольшую усадку поэтому если ее нужно нанести скажем на следы от толкателей нужно наносить ее с небольшим скажем так превышением делать объем чуть больше далее дождемся пока шпаклевка высохнет и обработаем эти поверхности наждачкой тем временем можем собрать детали воздухозаборника и стабилизаторов убираем следы толкателя плоским лезвием полостомесочного типа здесь имеются внутренние толкатели но с таким облоем виде ободка который мешает нам установить деталь более менее плотно к ответной части так намного лучше фиксируем все это клеем все это клеем Продолжение следует... Подлевка высохла и теперь можно обработать поверхности. И так наши детали высохли, шпаклевка высохла и отшлифованной поверхности. Можно дальше переходить к дальнейшей сборке. Для начала проходим более крупной наждачкой. Далее, более мелкая наждачка. Это у нас была номер 400. Потом можно взять тысячную, 1200 единиц наждачную бумагу и пройтись ей. И в завершение можно взять наждачную бумагу, например, 2000 единиц или 2500. Если вы не уверены, насколько хорошо получилось вывести поверхность, можно нанести тонкий слой грунта или краски и проявить поверхность. Посмотреть на возможные недостатки. Теперь можно установить кили. Прикладываем ровно. Сильно особо не прижимаем. Прижимаем плотно только там, где это действительно необходимо, подтягивая детали друг к другу. Но не сильно, дабы не перетянуть, чтобы не стало криво. И собираем на сверху кучу клей. Продолжение следует... чем более точно мы подтянем пластик друг другу детали тем меньше шпаклевочных работ нам придется провести это очень важно в избежание лишних трудозатрат трата времени поэтому стараемся делать все максимально аккуратно некоторое время удерживаем до тех пор пока пластик схватится и переходим ко второму килю также отмечу что до всех склеек необходимо все детали обязательно проверять на стопковку на сухую на выявление дефектов сочленения соединения прилегающих поверхностей их подгонки возможно и так далее дабы обеспечить более простую сборку такие крупные детали как эти необходимо приклеивать скажем так небольшими отрезками точечно это довольно сильно облегчает работу и подгонку деталей друг другу сильно давить на пластик соединенных деталей не стоит дабы оттуда не выступал растворенный пластик чтобы после этого не пришлось его обрабатывать наждачкой опять же исключаем лишний этап в работе москва 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 итак килип установлены на свои места и можно обратить внимание что кое-где у нас имеются небольшие зазоры и эти зазоры нам поможет устранить ну такая вот грунтовка нанесем ее кистью и уберем ватной палочкой смоченный в очистителе для инструмента вот авроры хобби вот в таком давайте попробуем это сделать кисточка синтетическая размер номер один если кому-то важно просто берем грунтовку погуще имею ввиду не жидкую со стеночек банки снимаем грунтовку которая погуще загустевшую и наносим на место соединения там где имеется зазор грунтовка хорошо проникает такие как раковина и хорошо заполняет их можно обратить внимание на стыке между крылом и фюзеляжем я уже провел данную работу и имеет это вот такой внешний вид это довольно действенный очень удобный способ и самое главное он очень быстрый при данном способе не обязательно дожидаться его полного высыхания грунтовки ну и в общем то изначально эта грунтовка она порозаполняющая для первоначального выведения поверхности далее мы берем ватную палочку либо ватный тампон какой-нибудь желательно безворсовый ну если нет то можно обычный вполне подойдет смачиваем довольно таки обильно палочку на вату и просто вытираем грунтовку она легко снимается снимаются излишки то что попадает в расшивку легко потом можно выбрать либо зубочисткой либо иголкой главное не царапая чтобы не прорезать крой а просто выковырнуть излишки грунтовки разбавитель этот не разъедает пластик очень хорошо себя ведет запах у него довольно рисковатый но ничего с этим не сделаешь по моему это аналог томиевского разбавителя для эмалевых насколько я знаю или каких-то там красок желтой крышкой которая идет после данной процедуры мы получаем очень аккуратную поверхность и очень аккуратный зазор между деталями если необходимо проходим по всем участкам таким как вот в начале скажем так зализа келя тоже нужно обработать эту поверхность и по всем прилегающим стыковочным плоскостям да то есть по углам добавляем таким образом убираем все зазоры но небольшие и главное чтобы они были без перепадов большие объемы поднять этой шпаклевкой не получится шпаклевка имеет довольно сильную усадку точнее не шпаклевка грунтовка на это вот такая вот грунтовка после этой процедуры остается дождаться чтобы это все высохло посмотреть в сухом состоянии на это все получилось ли сильная усадка или не сильно и если необходимо провести данную процедуру еще раз что и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске. Продолжение следует.